Вечерний Покер Очень красивый, в первую очередь потому, что за столом присутствует ведущий Матч ТВ Илья Трифонов И, кстати, амбассадор Джи Джи Ну и, разумеется, Дарья Крашенникова, Дарья Курт, амбассадор ITC Покер Тим Это уже о многом говорит, ну, представитель Покерного фонда Даша, Илья, спасибо Спасибо, Миша Даша может, во-первых, загадывать желания между двумя спортивными комментаторами А, я думал, что у нас общего И Даша специально пришла в образе училки сегодня, чтобы нас с тобой, Миша, обучить Буду обучать, как умею Ну, не только нас, а зрители Почему в школе не было у меня таких учителей? У нас очень много разных участников, но, разумеется, раз у нас здесь находятся прекрасные представительницы, прекрасные игры Мы решили попросить Дашу рассказать, как выстраивается женская логика в покере Вообще отличается, кстати, по твоему опыту логика девушек, профессиональных игроков покера и мужчин? Ну, мне кажется, что да, девушки, они более эмоциональные, а мужчины более рациональны Соответственно, мы иногда можем как-то играть не так, как нам говорят, профессионалы Вот, но иногда это приносит свой... Подожди, но ты же тоже сидишь во всех этих там солверах, там смотришь эти таблички, асимайзеры и все остальное Я сейчас пугаю зрителей, тут будут титры нам Что такое солвер, что такое асимайзер? Я? Я не хотел тебя оскорбить Я играю только по чуйке Ну ладно, сейчас мы это с вами, друзья, увидим Даша сказала, что более эмоциональные женщины, но кто увидел ее выступление в вечернем покере, там просто столько переездов Ни одной эмоции, да И ни разу даже по столу не ударило Не, на самом деле, когда я играю вживую в покер, у меня каменный покер-фейс, я когда смотрю повторы, мне самой страшно, то есть такое лицо, думаю, боже мой А на стримах ты как инер материшься? Я давно просто не видел Я, девочки не матерятся, я с этим согласна Ну я имею в виду в хорошем смысле этого слова Ну что, друзья, сегодня у нас интересная раздача, у нас мы пытаемся выбрать наиболее, не всегда крупные банки, но те, в которых, на первый взгляд, может даже показаться, что все было очевидно А в целом, везде присутствует интересный момент Итак, мы берем раздачу, в которой Даша будет играть роль Даши А мне повезло, я буду самым успешным кашевиком в мире Артуром Восконяном? Артуром Восконяном сегодня является сам Артур Восконян Да, итак, Даша играет за Дашу Фещенко Человек, который считает себя самым успешным кашевиком, играет роль Трутеллера Тимофея Кузнецова Он и есть такой А я буду просто талантливым человеком Здесь актером второго плана, но тоже принимавшим участие в раздаче Валерием Сюткиным Пас Пас Две пятьсот Ну все Почувствуй вкус кроме Пас 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 А через сколько будет пауза? Через шестнадцать минут Да? Окей Ну наконец-то мы увидим семейную разборку А вон там часики Неплохо А, да, вон на экране, где и ваши карты Та-та-ра-та-та-та Та-та Ты что, Пас Нету Ван Чек, правильно. Чек. 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 На терне, на мой взгляд, Даша должна ставить. У нее почти всегда лучшая рука. Тимофей поставил бовер пару. Тебе кажется, это вот заблуждение. Просто когда не приходит, ты это не фиксируешь в голове. Когда тебе кажется, что вот пришло бы, это вот как раз ошибка. Если на статистику бы вела, записывала, например, ты бы увидела, что чаще всего ты правильно совершенно какашку сбрасываешь. Валерий почувствовал слабость и решил забрать. Но у него больше всего семерок, только, конечно, нужно ставку делать большего размера, Валерию. Три, когда я сбрасывала карты, которые мне казались ээээ, а потом выходила. Ну, понятно, конечно, играть надо на ерунде всякой. Вот смотри, у меня пока нормальная карта была только раз, две дамы, и что? Я все проиграл. У меня ни разу не было, я и то взяла там какой-то парень. Ну, это задушило, и непонятно чем-то. Пас, абсолютно. Понятно. Внимание! Венбертта! Так, пошла, так, пошла. Давай, наконец-то, сын. А там был договор такой, давай, я тебе сливаю весь стэк, а ты их уже дальше давишь. Чек. Итак, блайнды 400-800, до флопа Трутеллер, он же сегодня Илья Трифонов, делает рейс 2-500. 2-500. И находясь на позиции так называемый хайджек, то есть за ним еще сидят два игрока до Баттона, Юля Ковальчук, и на Баттоне Роман Емельянов, который сегодня здесь отсутствует, но мысленно он всегда. Даша находится, ну, видишь, мне тут легко говорить, и Даша Фещенко, и Даша Крашенникова находятся на малом блайде, две восьмерки, стэки по 100 тысяч, очень глубокие, большинство больших блайндов. Что мы здесь делаем, будучи... ну, мы отбросим сейчас, что Даша девушка Тимофея Кузнецова, да? Кстати, ты же играл со своим мужем с задним столом, это как-то влияло? Это влияло, на самом деле, я скажу, что это плохо, когда ты играешь вместе со своим молодым человеком, либо мужем, потому что, естественно, вы не хотите пересекаться никак, так как могут сказать, что вы тимплейте, да, как бывали случаи с Кристеном Бикнелл и Алексом Фоксом, поэтому очень не хочется пересекаться никак. Ну, у нас здесь шоу, поэтому чуть меньше подозрений в нечестной игре. Окей, не будем брать в расчет, что Трутейлер — это бойфренд Дарья Скарлетт, у тебя две восьмерки на малом блайде, твое решение? Ну, здесь, естественно, мы просто калируем, так как у нас глубина достаточно большая, то есть нет другой опции, мы не можем скинуть восьмерки, соответственно, мы не можем и рейзить. Почему? А почему не можем рейзить? Ну, потому что мы играем на set value, то есть если мы по рейзим, да, мы будем играть без позиции, со средней силы руки, то есть у нас нет блокеров каких-то, с чем мы будем рейзить, например, король дама, демо валет, что-то такое, да, поэтому мы спокойненько калируем, смотрим флоп, если он нам подходит, продолжаем, если видим высокие карты, то выбрасываем. А от какой пары был бы рейзь? От какой пары? От какой пары? Наверное, от десяток я бы, но тут еще в зависимости от того, как играет наш оппонент, соответственно, Трутейлер, да, мы не хотим играть против него без позиции, со средней силой руки, как я уже сказала, поэтому, наверное, десятки я бы даже просто подколила, а уже валеты я бы подрейзила. Но если этот оппонент более тайтовый, то можно и зарейзить. Тем более, что он открылся не с баттона, а с хайджека. То есть против баттона можно, наверное, пошире, пошире зарейзить. Я думаю, что это особо не принципиально, потому что здесь играли любители, да, то есть он мог открываться очень широко вне зависимости от позиции. Тем более на большом блайде Валерий Сюткин, который любитель, то есть это тоже важно, кто сидит на блайдах, а как раз Даша единственный опасный игрок, она без позиции на малом блайде и тяжелее всего сопротивляться. Ну, да, Даша, наша сегодняшняя, играет кол. Валерий Сюткин, разумеется, король 8, они черные, одноцветные, на большом блайде не выбрасывает и тоже доставляет, платит тоже 2 500. Опять же, с перспективой попасть в стрит с лопат. Да, и смотрит флоп. В целом, так оно все и было сыграно, и мы отправились на первую открытую улицу торгов, идея вторую. Вышла такая доска, ну, есть тебе смысл здесь сделать что-то иное, кроме чека? Я думаю, что в этой ситуации я буду чекать, не вижу особо смысла лидить, но, возможно, против каких-то оппонентов и можно было поставить. Если ты знаешь, что они с высокими картами, скорее всего, просто прочекают, да, и хочешь дополнительно уже получать, начать получать свою вэлью, если, например, у оппонента туз король, ты знаешь, что он не расстанется с ними, то можно залидить. Но в основном буду именно чекать. Как-нибудь влияет на твое решение то, что у тебя пиковой карты нет? На данный момент нет. Окей, а ты чек, Валерий, чек, и Трутейлер прочекал. Тебе дает информацию, какой это чек от Трутейлера, вот здесь? Я думаю, что у него средние руки, средние силы, простите, рука, да, либо какие-то... Бродвей? Нет, либо какие-то оверкарты, которые он хочет прочекать, чтобы бесплатно посмотреть Терн. То есть ты думаешь, что он здесь будет ставить достаточно полярно, да, либо очень сильные руки, ну, на вэлью, ну, ими достаточно сильные, например, там, не знаю, десятка плюс, да, старшая пара, либо совсем пустые руки, и не будет... Сейчас можно, да, например, поставить какие-нибудь Туз-3 червовые, то есть у него нет... Либо, может, с какими-то там Туз-3 бубновые, как вариант, вот, что он хочет сейчас один раз поставить и забрать банк. Больше не... Но всегда ли он должен проставлять пустые руки? Вот у меня логика такая, как у турнирного игрока, у Кушайков несколько иначе. Ты, кстати, тоже в турнире, да, играешь? Да, да, у турнира. Что проще, всегда сделать ставку, ну, и упростить себе жизнь, если, например, у нас ничего нет там. Ну, например, у нас Туз-7, да, то есть здесь можно прочекать. Ну, понятно, да. Не, я к тому, что я всегда играю по упрощенке. Если бы у меня здесь была рука, например, 5-6, я открыл червовые, вообще не попавшие, я бы поставил, потому что как раз шоу-даун в Элью никакого нет, собрать ничего не могу. А вдруг мне повезет, у тебя окажется как раз у самой рука, типа, король валета, ты не будешь платить в бутерброде, а у Валерия там, ну, абсолютно любые карты. Ну, вообще, когда играю, да, я часто ставлю конбет, потому что, говорю, либо мы добираем, либо мы блефуем. Соответственно, конбет высокий, но есть руки, да, с которыми можно здесь просто прочекать. Окей, какую-то информацию, как нам кажется, мы получили о руке Трутейлера, переходим все бесплатно на терн. Выходит семерка, твои действия. Тут твое первое слово. Да, 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 я сейчас... Ну, ты правильно, нет, ты можешь подумать, ты же в раздаче... Не, можно я начну. Чаще всего мы будем думать, что на этой доске у нас лучшая рука. Я от Михаила слышал. Смотри, он растет. Это именно я хотел сказать. Да, но если мы поставим, мы хотим ставить с такой целью, чтобы получить вэлью от руки хуже. Не надо здесь думать, что нам заплатит. Вот, поэтому здесь палка в двух концах. Да, мы думаем, что у нас рука самая сильная, но мы хотим, чтобы нас также поставили в блеф. Вот, и мы знаем, что у нас сидит любитель на большом бланде, то есть можем прочекать и дать ему возможность попробовать нас выбить из банка. А защитить нашу руку мы не хотим, все-таки находясь против двоих или вот двум восьмерку? Нет, у нас, да, у нас два блокера получается. Ну, блокер на стрит-дро, блокер на флеш-дро, то есть на сильные дрова, и поэтому я думаю, что здесь можно прочекать с ними. Я понял, потому что я как раз, как я комментировал, живу эту раздачу, я удивился. Я был за бет, вот и Илья Трифнов, который воспитан на моих комментариях, я именно исходил с того, что я хочу здесь защититься от случайных оверкард. Вот именно, ну, у Трутейлера может быть рука типа Туз-2, может быть рука Король-Дама оверкарты. Ну, как мы обсудили, да, у Валерия Сюткина здесь все, что угодно, возможно, но вот интересно, в этом плане были и твои доводы, да, что... Я бы две трети поставил и собирал бы Стузахай. Ну, не факт, что здесь Стузахай вам заплатит. А защититься от трех аутов, типа, нам не так нужно, да, ты считаешь, если там рука Туз-5, нам ничего страшного, мы ее не боимся. Окей, нет, это интересно, да, это ни в коем случае, просто смотришь так немножко, как бы отходим. Чек, потому что мы понимаем, что мы впереди всех, и, возможно, мы поймем какой-то блеф либо от любителя, либо от профессионала, который потом будет поставить. Да, то есть мы, я здесь не поставила, потому что я понимаю, что нужно добирать с какого-то бейли. Ну, самое интересное, что Даша Фещенко тоже не поставила, вот она, женская логика покера, вот она. Пишите в комментариях, давайте голосование устроим, кто бы поставил на терне, потому что я думаю, что мы же с Михаилом за бет. Артур. Вы олдскульные просто. Артур. Я как Даша. Ты не Даша, ты не как Даша, ты лысый, не такой красивый. Ладно, обе Даши прочекали, в банке 2 500, 2 500, 2 500, это получает 7 500, и Валерий Сюткин свой фирменный бет 1000 делает. Великолепно. После чего Тру Тейлер отвечает рейзом 10 000. Так. Я так понимаю, если мы в раздаче до сих пор, да. Ну, да, Дарья, вот она, ключевая улица. Оставаться в игре, но здесь такой момент, что Тру Тейлер, как я уже сказала ранее, он мог прочекать, например, Тус-7, да, и сейчас у него появился Трипс с топ-кикером, и он хочет получать максимальную велью. То есть, получается, банк 7 500 был, тысяча ставка от Валерия Сюткина, да. И еще один банк прилетает. Я думаю, на самом деле, что именно против Тру Тейлера можно заколировать, хотя, да, мы, естественно, блокируем какие-то дрова, вот, но если он не поставил на флопе, думаю, что их не так много. И с раннером на бубны он бы, возможно, поставил, то есть, например, какие-нибудь там X... Туз-3. Туз-3. Король-9 бубновый. Да, 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 бубновый, то есть он бы уже поставил. Вот, поэтому в таком случае... Ну, ты говоришь, с одной стороны, что можно заколировать, с другой стороны, поставил бы, но мне кажется, что важен фактор того... Нет, я имею в виду, что как раз у нас... Нет, вот скажи, какая вероятность, что у него в руке есть семерка? Нет, вероятность. Вот при такой ставке? Ну, захочет он с семеркой выбивать, просто такая ставка. Нет, она есть, просто вот если, делая такую ставку, он, понятно, хочет либо добрать, либо выбить. Он отлично играет роль Романа Емельянова, то есть такие же глупые вопросы. Нет, мне кажется, ставка тысяча, это просто проверочная, что ли, вот, отсюда. Ну, тем более, видя руку Валерия Сеткина, он же все время так играл, то есть Тимофей тоже на это уже обратил внимание. И Тимофей таким образом также пытался забрать этот банк. Может атаковать слабость. То есть семерки, конечно, есть в диапазоне Тимофея, но вот таким размером Трутейлер поляризует свой диапазон. У него в диапазоне сильные 7 иксы, ну, не сильные, а любые там. Хотя, опять же, рука типа 8-7, он может быть и поставил на таком флопе. Нужно больше защиты, чем руке Туз-7. Опять же, в силу тех же каких-то дополнительных оверкард. Но при этом у него большое количество блефов, да, именно из-за слабости. То есть в итоге ты, вот все это обсудив, все-таки принимаешь доводы, правда, не знаю, чьи. Ильи, который допускает, что есть тряпцы от Трутейлера, или ты склоняешься к волу? Нет, я наоборот. Если бы я сидел на этом месте, я понимал, что при такой ставке там семерки нет. Вот так с вас овецы снимают шкуру профессионалы, что... Но я бы думал, что семерки нет, и все равно выкинул бы в пас. Решение колл, да. Да, решение колл. Решение колл, и тут Валерий говорит, да, что-то, ребят, я пошутил. Ну ладно, сдается. Окей. Но в целом мы доходим до Ривера. В банке 28 500, правильно? До Ривера здесь у тебя одна опция. Чек. Нет других вариантов, да? Потому что тот же Рома всегда спрашивает, нет ли смысла нам здесь самим поставить, чтобы какую-нибудь маленькую, чтобы нас не заблифовали большой, например. Ну, думаю, что нет. Окей, чек. Ну и упрощаем жизнь. Трутейлер тоже играет чек-бехайнд. Ты уже, наверное, понимаешь, что ты выиграл. Как ты думаешь, какая рука в итоге могла оказаться у Тимофея на шоу-дауне? Ну, это вопрос очень сложный. Ну, да, ну, примерно хотя бы. Какие-то варианты? Какие варианты? Возможно, по типу что-то туз-хай, потому что можно дать сопернику положить дрова, да? И Тимофей хотел добрать именно с дров своим туз-хай, конечно. Ну, в любом случае, я здесь, понятно, если бы он оказался в раздаче против Валерия Сюткин к Риверу, но просто после кола Даши, да, наверное, он понял, что у Даши, ну, очень сильная, да? Или тоже, как раз, сильный дров, как ты говоришь. 9-8 Бубновый, например, или 9-8 Пиковый, которые доехали. Либо если там какие-то другие дрова, то... Либо он просто парень не этой девушки. И просто за каждую скорость сказал чек. Он просто решил не убивать, да, ее? Ну, ладно, давай не будем мучить Дашу. Трутеллер, переворачивай карты. Ну, с одной стороны, карта, по которой мог бы Трутеллер разобразить стрит. Но 9-8 оба чаще продолжал флоп. Я знал, что там восьмерки. Я знал, что там ставить больше. Бестужий, блин, фунишка. Насколько для тебя удивителен такой шоу-дал? Шоу-дал? Не знаю, на самом деле, мне кажется, что... Выход за рейч, как сказали бы, профессионалы. Да, странный. То есть он, получается... Зарядил 10 тысяч без какого-либо... Не, но здесь вот, на самом деле, пока Даша пытается... Странно, что он не поставил флоп с такой рукой. Да, вот я с тобой согласен. Меня тоже удивило, что он не поставил флоп. Вот почему ты назад отматываешь. Но на терне логика понятна. Да, с чем-то там рандомным ставит Валерий Сюткин. Мы пытаемся выбить Валерия. Но после колы Даши... Был ли здесь смысл ставить ему на ривере? На ривере? Да. Ну, ты калировала бы? На самом деле, сложно, но мы блокируем стрит. То есть 8-9, да. Вот. И так как он не поставил флоп, я думаю, что здесь нет флэш-дроу, да. То есть он поляризует себя, либо у него... Ну, естественно, там какие-то оверпар. Оверпар, извиняюсь. Он поляризует свой диапазон. Либо это семерка чистая, либо это воздух. Ну что? Мы с тобой сыграли раздачу не так, как обе Даши. Ты присоединялся к девчонкам. Я всегда так играю. В убыток. И мы бы... Ну, я бы на терне полидел, может быть, выиграл, но в любом случае мы бы выиграли меньше. Потому что если бы на терне был лид от Даши, и даже Сюткин бы заплатил, там бы уже Трутейлер не пошел блефовать против двоих. И вот так, друзья, для меня тоже откровение. Я тебя поддержу, что на флопе я бы тоже... Ты все смонтируешь, склеишь, я тебя перебиваю. Я понимаю, что это магия телевидения. Просто я бы тоже ставил флоп, потому что очень много карт, которые нам понравятся. Здесь. Правильно? Ну да, то есть Король, Валец, там Патузу можно также поставить. А я бы поставил, как наображение, сказал в начале, ну да, мы девять, довольно мусорная рука, поэтому с ней проще проставить, и дальше, да, о чем вы говорите, продолжать. Ну вот так, друзья, интересно получилось, что я надеялся в душе, как я уже сказал, что придет Даша Крашенникова, сядет и скажет, я на терне сыграю лид, и я скажу, да, правильно, это оказывается две Даши, они оказались хитрее, мудрее всех нас вместе взятых. Ну разве что Артур Виндидилевич присоединился к ним. Вот, собственно, и все об этой раздаче, которая была красиво сыграна, и довольно-таки большой банк достался обеим Дашам. Вечерний Покер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова